Всем привет! На прошлой неделе я решила для себя, что нужно браться за анатомию. Посидела пару дней, посмотрела видео лекции, поразбиралась по строениям головы и забросила. Вроде бы все хорошо объясняют, но слишком много информации за один раз, и все превращается в кашу. Уже не первый раз берусь за нее. В планах было сделать челлендж, но тут тоже нужно, чтобы кто-то контролировал, что я занимаюсь, либо рисовать с кем-то вместе. Потому что когда у меня что-то не получается, мотивировать одним результатом совсем не выходит. Пока я делала зарисовки по строению и слушала лектора, не заметила, как нарисовала лицо. Пожалела, что я изначально не записала видео, как делала по строению, и в итоге процесс только покраса. Но даже по красам я продерживала 7 часов, вместе со строением и исправлением и результатного рисунка все 9. То уши не на том месте, то мануто и не стерто, а глаза там мозолит. В середине процесса мне не нравилось, как ложится цвет, и нот не получался. К тому же в крике нет функции отразить выделенную часть картинки. Если есть, напишите в комментарии, как найти, а то я не до конца разобралась в программе. Мне приходилось копировать, отражать по горизонтали всю элитрацию и только потом вставлять кусочек. Только так я смогла отразить ухо и глаз, чтобы не мучиться, потому что зачастую повторить точно такую же форму у меня не выходит. В общем, перебралась я в фотошоп. Кажется, я начинаю потихоньку к нему возвращаться. Когда построение выдуманного человека было готово, я приступила к покрасу. Но мне не хотелось в очередной раз рисовать просто портрет, который не несет никакой информации. Хотелось, чтобы элитрация приносила пользу. И я начала править его нежность под одного из моих персонажей. Это Николай из «Запечатанной истины». По сюжету, так как я переписываю книгу медленно, в той части, что уже опубликовано, его еще нет. Но он появится. Не хочу спойлерить и рассказывать, кто он такой, откуда чем заниматься и что умеет. Иначе тем, кто смотрит мои видео и читает книгу, будет интересно читать. Если вам интересно узнать о нем побольше, приходите читать книгу, ссылку я оставлю. Если у меня хватит терпения, то я хочу зарисовать тех главных персонажей этой книги. Чтоб и читатели смогли посмотреть, ну и для себя наглядность, что была. Вообще, хочу напитать основные черты и поработать с радусами. Чтоб в любом положении персонажи были похожи на себя. Но это уже больше коммерсом. Планов-то много, а выполнить день и получается. До сих пор никак не могу закончить музык для буртрейлеров, книги, дела о посещении. И, кстати, опрос, кого бы вы хотели, чтоб я нарисовала, еще продолжается. Переходите по ссылке в описании и участвуйте. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравился процесс, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока!